Всем привет, меня зовут Дмитрий Рогачёв, добро пожаловать на мой канал, и посмотрите, какой здесь автомобиль стоит. Это карета скорой помощи советского времени, которая до сих пор работает в Раменском. Ну, на самом деле, шутка наверняка, она, конечно же, не работает, но по вызову приехать может вряд ли с врачами. Скорее всего, она приедет на какое-нибудь мероприятие, где нужен будет исторический реквизит. Точно так же, как и соседняя чайка, которая сейчас уже облепила некоторое количество людей, люди фотографируются с этими историческими автомобилями, потому что увидеть их на улицах столицы – редкое явление. Мы сейчас с вами находимся на Большой Татарской улице. Здесь же рядом Стадовнический проезд, и здесь же рядом станция метро Новокузнецкая. Именно отсюда начинался парад трамваев и парад ретро-транспорта, который проходил недавно в столице. Это второе мероприятие в этом году. В первый раз парад трамваев прошел по улице Академика Королева и в депо имени Баумана, а потом появилась информация, а не хотите ли вы, дорогие жители Москвы и гости города, увидеть еще один парад, причем ретро-техники. Вот он и появился. И без шуток, это целая колонна автомобилей, которые прошли от Новокузнецкой по Бульварному кольцу до Чистых прудов. И наверняка многие из вас могли увидеть тысячи фотографий и еще больше видеороликов, которые были выложены во всех социальных сетях. Ну а я приехал заранее на станцию метро Новокузнецкая, где здесь на небольшой парковке и на близлежащих улицах все они стояли в ожидании начала своего движения. К сожалению, мои познания в автомобилях настолько слабы, что я даже не смогу назвать точно модели большинства этих автомобилей, но сейчас я вам просто покажу всех участников для того, чтобы вы могли погрузиться в происходившие события. Например, эту старую Волгу, я помню, не этот, конечно, экземпляр. Такой же автомобиль был у одного из моих родственников давным-давно, и я, будучи маленьким, помню, как мы катались на этом автомобиле на дачу. И это было очень приятное ощущение, потому что есть люди, которые очень хорошо занимаются своими автомобилями. А есть те, кто, к сожалению, автомобили оставляют где-нибудь на даче или в гараже, они потом гниют, и несколько таких автомобилей, если им повезет, потом станут участниками парада, если они будут когда-то кем-то выкуплены. Так что, если у вас есть какие-то старые автомобили, пожалуйста, выставите их на продажу. Я даже здесь, во время обсуждения некоторых историй автомобилей, слышал ситуации, когда люди за копейки находили какой-то очень неплохой автомобиль, и выкупали его у старого владельца, иногда даже за очень небольшую сумму, и потом восстанавливали его до рабочего состояния, и делали из него буквально конфетку. А вот здесь две зеленые конфетки Музея транспорта Москвы, эти грузовички, в не очень хорошем состоянии. Почему я так подумал? Потому что, когда началось движение колонны, кстати, на пару минут раньше времени, что само по себе уже удивительно для московских условий, сначала проехали трамваи, потом в несколько групп проехали ретро-автомобили, а вот эти два грузовичка самыми последними поехали на чистые пруды. Один из них более-менее неплохо ехал, а другой коптил и кое-как пытался пробиться. Вроде бы все-таки доехал, как я понимаю, но сама по себе ситуация печальна. Как раз экспонаты Музея транспорта Москвы, которые и подавались в интернете, в официальных соцсетях, как самое лучшее, что здесь будет, к сожалению, показали себя не очень хорошо. Видимо, за ними ухода как раз не хватает. Некоторые автомобили стояли с открытым капотом, потому что водители и владельцы всего этого богатства, а такие автомобили действительно являются богатством, хвастались тем, что многие запчасти оригинальные, либо это современная копия, которая была сделана в очень хорошем дублировании оригинала, и, скорее всего, в такой комплектации этот автомобиль мог бы и продаваться. И несколько таких кабриолетов, конечно, выглядят очень шикарно. Причем здесь мне непонятно, почему всего лишь одно место, либо три остальных отсутствуют, либо это какой-то экземпляр, принимавший участие на съемках, не знаю. А сейчас, когда я прохожу дальше, уже в глубину всего этого парковочного пространства, я прошу вас сделать пару очень приятных, очень легких и очень комфортных для каждого из вас вещей. Пожалуйста, не забывайте подписываться на мой канал. Это видео выходит на YouTube, на Дзене, на Мейле, ВКонтакте, на Рутубе, и, может быть, на какой-то еще площадке, на которой оно появляется позже. И именно количество подписчиков является всегда очень важным показателем. И, конечно же, не забывайте про лайки. Благодаря им, любая система рекомендаций, даже та, которая может быть работать не очень хорошо, показывает, что такие мероприятия есть, такие блогеры, как я есть. И сейчас это очень приятно смотреть, потому что сейчас я, как вот этот маленький автомобильчик, среди кучи остальных гораздо более серьезных и гораздо более масштабных представителей автопрома, пытаюсь пробиться в истории. И, может быть, я все-таки вырасту в кого-нибудь другого. Уж не знаю, в кого, как и как это получится, на какой площадке, но благодаря вам мы с вами можем спокойно посещать подобные мероприятия, заглядывать в автомобили, куда это возможно, и, конечно же, посматривать на какие-нибудь другие мероприятия, не только в транспортной, но и в туристической сфере. Скажите, пожалуйста, а кто из вас катался на подобных автомобилях? Может быть, у кого-то из вас, из ваших родителей, может быть, у дедушек, бабушек были такие автомобили? Как вы к ним относитесь сейчас? И, может быть, у кого-то были хорошие воспоминания, связанные с этим? Не забывайте писать это в комментариях. Это очень большой плюс для развития всего канала. Самое уютное и самое комфортное – это создавать хорошую обстановку везде, где только можно. Тогда к тебе потянутся люди, и я тоже потянусь к вам. У некоторых зрителей в интернете может возникнуть вопрос. Если говорили, что это парад в первую очередь ретро-транспорта, где же здесь большое количество транспорта? Ведь большая часть экспонатов – это личный транспорт, а не общественный. И здесь действительно очень большой вопрос. Количество автобусов на этой выставке было минимальным. Я не скажу, что ноль, потому что мы с вами сейчас подойдем к одному из действительно исторических автобусов, который, возможно, сейчас стал бы экспонатом какого-нибудь музея, но он на ходу и даже принимает участие в некоторых мероприятиях, насколько я понимаю. А пока я скажу вам вот что. Мне кажется, что этот парад был подготовлен как будто бы очень быстро, хотя и разговоры об этом шли еще месяц назад или даже больше. Возможно, некоторые экспонаты различных транспортных музеев были просто не готовы к тому, что нужно принимать участие в подобном мероприятии. Количество экспонатов, принимавших участие в параде ретро-транспорта в Петербурге, как мне сказали, считалось сотнями, а здесь десятками. На петербургский парад я не попал, может быть, когда-нибудь в следующем году или через годик я там побываю и увижу, сколько же на самом деле представителей ретро-техники находятся в северной столице. Сейчас даже какие-то выставки с их участием проходят. А мы с вами продолжаем заглядывать в автомобили и сейчас через какое-то время перейдем к трамвае. А вы меня сейчас наверняка поругаете за то, что я скажу. Вот этот автомобиль действительно выглядит очень круто. Несмотря на то, что это сочетание советской однотонной окраски и современных технологий с ночным пейзажем города, таким закатным пейзажем, вы скажете, что это, конечно же, нереально. Намного реальнее вот это такси однотонного цвета или вполне возможно более реально, но вряд ли было очень массово, такое сочетание цветов. Точно так же, как массово в некоторых пабликах я стал слышать информацию, мол, одинаковые автомобили только отличаются цветом, отличаются состоянием и вообще зачем нужно было все это делать, если можно все это увидеть где-нибудь на хорошей площадке, где было бы комфортно, где было бы не такое большое количество людей, которые осматривали бы все автомобили. Знаете, очень часто мне пишут, что вы, мол, москвичи, зажрались и с поездами, и с автобусами, и с электробусами, и с чем угодно остальным. И, мол, у вас в Москве это все есть, а у нас в провинции ничего нету. Так вот, с автомобилями Москва как раз не зажралась. Парадов ретро-транспорта в Москве не очень много. И, в принципе, ретро-техника, конечно же, в столице есть, но так, чтобы она принимала участие в параде вместе с общественным транспортом, это не очень частое явление, особенно в последние годы. И мне кажется, что это очень хорошее начинание, которое в перспективе стоило бы развивать. Например, представьте, условно говоря, в день транспорта в 2023 году, сделать парад из, например, 20-30 ретро-автомобилей, пары трюки грузовиков, которые все-таки будут более-менее неплохо ехать, автобусов, которые поехали бы за ними, а потом трамваи, в которые парадные колонны завершали бы именно движение транспорта, а вот сами бы выставали на чистопроводном бульваре, на всем этом разворотном кольце, как главное лицо, принимающее участие во всем этом мероприятии. И суммарно могло бы быть где-нибудь 50, 60, 70 участников, в зависимости от технического состояния того, что есть. Можно привлечь и те организации, которые сейчас имеют у себя какие-нибудь ретро-автобусы. Я знаю, что некоторые мероприятия на старых автобусах сейчас проводятся. Правда, будут ли готовы люди предоставить свои автомобили, понимая, что потом эти автомобили, может быть, пострадают от огромной толпы? Но это нужно спрашивать у тех людей, которые ими владеют. Кто-то ведь получает огромное удовольствие от того, что он может похвастаться. Вот, посмотрите, какая у меня машина есть. Это очень приятный момент. А вот как раз тот самый автобус, о котором я говорил. ЗИЛ-118. Редкий общественный транспорт, ну или, может быть, не только общественный, но и частный на заказ, который сейчас на ходу, который принимал участие в параде, в выставке. И вообще, на мой взгляд, это очень любопытный пример того транспорта, который наши пассажиры сейчас уже либо не помнят, либо не знают. А может быть, кто-то даже не представлял, что такое, в принципе, существует. Открывающаяся крыша. Остекление, которое плавно переходит в потолок. Огромное количество элементов. Говорили, что вроде бы этот экземпляр частично восстановлен, и не всё здесь оригинальное. Не знаю. Напишите мне в комментариях, кто в курсе. И, может быть, хозяин этого автобуса где-нибудь в какой-нибудь социальной сети увидит этот ролик и прокомментирует. Потому что мне действительно интересно, если он сохранён в таком отличном состоянии, то мне очень приятно видеть такую работу с нестандартным общественным транспортом. Или, может быть, он действительно не был общественным. Например, что-нибудь такое очень подошло бы на какую-нибудь ретро-свадьбу. А почему бы нет? Как и большинство этих автомобилей, разных лет возивших то, кого-нибудь из элиты, и то кого-нибудь на мероприятиях, а может быть, принимавших участие сейчас на каких-нибудь съёмках художественных фильмов про различные исторические эпохи. Ну а нам с вами пора перейти всё-таки к трамваям. Количество участников не очень большое, но трамваи наши старые знакомые. И начинает всё, конечно же, Аннушка. На самом деле на параде всё это начинала конка, но лошадей не заставляют тащить трамвай всю дорогу, поэтому здесь начинает именно Аннушка, трамвай номер 164, фонарный, 1908 года, Матищинский, эксплуатировался в Москве в течение многих лет, а восстановлен как музейный вагон в 1980-х, и вместе с ним принимает участие в параде вагона 1113, двухосный прицепной Матищинского завода, на один год моложе. Оба они являются одними из самых популярных участников парада, потому что в них чаще всего огромная очередь на вход, и огромное количество людей внутри, но побывать внутри хотя бы разок точно стоит хотя бы раз. Дальше, после них, трамвайный вагон номер 932, БФ, без фонарной, 1927 года. Это уже первый советский вагон в этом параде. Был построен на Коломенском заводе и эксплуатировался в Краснопресненском депо Москвы до 24 сентября 1965 года, а с 1988-го восстановлен как исторический вагон. Тоже один из очень интересных экземпляров, который часто пользуется популярностью у зрителей. А вместе с ним в паре идет трамвайный вагон номер 4360, и это, внимание, реплика вагона модели С, Сокольнический. Оригинального вагона нету, к сожалению, далеко не все вагоны, которые когда-либо ходили в столице, удалось сохранить. Некоторые из них даже не пытались сохранять, потому что в какое-то время все всегда задумываются, а зачем вообще сохранять какую-то историю. Он появился только в 2019 году и с того момента принимает участие в параде. А вот трамвайный вагон 2170 1930 года, и это оригинал. Он работал в течение многих лет и стал известен благодаря участию в съемках фильма «Место встречи изменить нельзя». Любопытно, что он был построен как моторный, но поступил в Москву без оборудования, без двигателей, и в принципе эксплуатировался сам как прицепной. А уже сейчас, и в течение многих лет после того, как его дооборудовали в Москве, он за собой таскал настоящий прицепной вагон. Вот такой один из подобных сейчас принимает участие в параде. Это вагон номер 2556. Если тот КМ, то этот КП, коломенский моторный, коломенский прицепной. Построен в 1932 году, эксплуатировался в 50-е, где был переделан в вагон путь-измеритель, а потом стал музейным вагоном. Обратите внимание, что у него много дверей, и вообще получается, что у прицепного вагона количество дверей было гораздо больше, чем у основного. Да, именно такие казусы тоже бывали в трамвайстроении, причем не только в каких-нибудь зарубежных странах, где мы смотрим на какие-нибудь диковинки, но и у нас тоже. А это трамвайный вагон 0002, один из самых популярных участников парада, благодаря своему очень красивому, очень парадному виду. Это КТМ-1. Усть-Катавский вагоностроительный завод построил именно его. Ка – это не Катав, Ка – это Киров. И почему-то многие думают, что Кировский завод находится в Кирове. Нет, это небольшая ошибочка. Вместе с КТМ всегда в паре идет КТП, и эта парочка очень популярна и очень красива. На мой взгляд, это одни из самых красивых участников парада, тем более, что на них маршрут-руказатель 27. Это один из существующих до сих пор маршрутов. Тут он шел от Коптева до Петровских ворот, а сейчас эти трамваи ходят от метро Войковская через Коптево до станции метро Дмитровская. Следующий за ним трамвайный вагон номер 1278. Это МТВ-82, 1948 года постройки. Поступил в Октябрьское депо, потом переехал в депо имени Баумана, потом в депо имени Русакова, потом как динамометрический вагон побыл. И только в 1990 году, спустя все эти переезды и переделки, он был восстановлен в качестве мусейного. Подобных трамваев фарического вагоностроительного завода тоже было немало, и они тоже были очень популярны в различных исторических хрониках. Точно так же, как и следующий за ним трамвайный вагон 222. Это уже РВЗ-6 1965 года. Здесь все понятно, на рамки фарического вагоностроительного завода. Шестая модель, так что, что тут поделать. Название полностью говорящее. Тоже один из очень популярных персонажев на трамвайном параде, который много раз отсняли. Наверное, только ленивый его не снимал. И удивительно, но на Новокузнецкой эти трамваи, точно так же, как и трамваи Татара, которые идут дальше, пользовались очень маленьким спросом. Наверное, потому что все старшие поколения их помнят, а вот самые старые вагоны, на которых вряд ли кто-то из моих зрителей ездил, уже пользуются гораздо большим спросом именно из-за историчности. Вот, например, пошли Татары. Татара Т2СУ, номер 378, построен в 1960 году. Таких трамваев кажется, что уже огромное количество во всех городах в течение многих десятилетий. Ну и чего их, собственно, снимать? Но некоторые самые первые модели сейчас уже очень редко где можно встретить, а может быть уже и нигде. Например, подобный музейный экземпляр, который использовался в качестве склада, между прочим, после списания со своего рабочего маршрута в депо имени Апакова, сейчас является одним из тех трамвайов, которым интереса намного меньше. Я думаю, что старшее поколение среди моих зрителей помнит этот трамвай, как и следующий. Но вот если оценивать все это с точки зрения истории, конечно, это хорошо, это интересно. Для любителей общественного транспорта это очень интересно. А вот среди гостей на различных парадах подобные трамваи все-таки пользуются меньшим спросом. Ничего ты с этим не поделаешь. Вот трамвай 481 уже с 71-го года. И вообще, трамвай, которым сейчас 50 лет, вполне еще могут эксплуатироваться. Например, в Чехии некоторые из них переделываются и обновляются. Правда, они там и обслуживались все время гораздо лучше, но тут уж что поделать. Главное, обратите внимание, где здесь вход. Вход в заднюю дверь, выход через переднюю. Сейчас что-то подобное используется в некоторых городах России, где водители занимаются обвелечиванием пассажира, что очень плохо. Следующие участники парада уже очень молодые. Татра Т-7 Б-5 1993-го года выпуска. Это уже черсткий трамвай, который приходил в Россию. Не чехословацкий в СССР, а черсткий в Россию. И когда наше трамвайное хозяйство уже вроде бы как развивалось, у нас все равно считали, что зарубежное это хорошо, свое развивать не надо. Но вот все-таки мы дошли до того, что наши трамваи не такие уже плохие. И дошло до того, что количество российских трамваев увеличивается и в столицах. И вот, например, одна из моделей, которая сейчас завершает парад, это трамвай 71608, который ходил и в Москве, и в огромном количестве других городов России. Не самый массовый, но один из самых известных и самых популярных. И до сих пор в вашем городе вполне возможно, что подобные трамваи считаются новыми. А старыми, например, какие-нибудь КТМ-5, которые гораздо более старые, гораздо более плохие, и гораздо более ужасные по своему удобству. Но это уже на вкус и цвет. И сейчас могу сказать, что тут должно было быть еще как минимум пара трамваях, или как минимум трамвай Кобра, но так уж получилось, что этого трамвая в итоге на параде не оказалось. Почему? Не знаю. Может быть, он не смог доехать. Такой вот получается парад. На этом на сегодня все. Спасибо за внимание, спасибо за лайки, за подписку и за продолжающуюся поддержку. До новых встреч. Пока. Пока.